Да почти в каждом американском фильме показывают полицейского. Часто можно увидеть, что они живут в двухэтажных домах, с неплохим таким ремонтом, у каждого по две машины и так далее и тому подобное. Даже у каждого есть айфон. На самом же деле, далеко не многие полицейские могут позволить себе такой дом. Зарплата у них средняя по стране в год около 3 миллионов рублей, в месяц это около 250 тысяч рублей, хотя в принципе не нормально. Начальник ниже рассматриваемого мной полицейского участка рубит по 10 миллионов рублей в год. Это примерно по 800 тысяч рублей в месяц, или примерно по 36 тысяч рублей в день. Нормально тоже. В принципе, самое интересное вы уже услышали, но все равно смотрите далее и узнаете о жизни полицейского из США. Судя по тестам, которые проходят новобранцы, 30% из них пришли на службу из-за возможности носить оружие. Но это далеко не главная причина. Работать на государство здесь престижно. Дело даже не в зарплате, а в социальных гарантиях, которыми обеспечивается полицейский. Особенно стоит отметить бесплатную пожизненную страховку. А медстраховка в США обязательно и стоит порядка 20 тысяч рублей в месяц. Если у гражданина США не будет медицинской страховки, это нарушение закона, за который вас могут оштрафовать или даже посадить. Полицейские получают не просто медстраховку, а полный пакет для всех членов семьи. Помимо страховки, коп получает и множество других льгот, скидки на коммунальные услуги и еще куча всего. Интересно, что страховка распространяется не только на нынешнюю семью, но и на прошлую, если она была. Логика простая. Чтобы не было соблазна брать взятки на алименты. В силу того, что зарплата у американских ментов приличная, взятки там вообще никак, никаким боком, ни справа, ни слева не берут. Не стоит даже пытаться дать взятку полицейскому в США. С уверенностью до 99% вас за это привлекут к суду. Я выписываю штраф. Этот человек может это дело передать в суд. И после этого я пойду в суд и также принесу запись своего видеорегистратора, который явно показывает, что было совершено нарушение. Офицер, который идет в суд, ему автоматически начисляют 4 часа работы. Независимо от того, офицер проигрывает дело или же выигрывает. Также не ведется никакой учет тому, сколько офицер дел выиграл, сколько проиграл, так как это никакого отношения к работе не имеет. Поэтому офицер, который выписывает штрафы, он не заинтересован в том, чтобы, как можно сказать, больше выписать для того, чтобы у него какая-то была или же личная выгода от этого, или же какая-то льгота. Поэтому в данном случае нет смысла кому-то, как говорится, клепать какое-то дело только для того, чтобы составить план. Но коррупции в американской полиции практически не существует. Ведь такой зарплатой ни один нормальный мент рисковать не будет ради пары сотен баксов, сунутых в карман. И к работе они относятся ответственно, и работа у них в принципе вообще никаким боком не сложная. Как правило, в основном, у большинства. Например, копы, патрулирующие улицы, зарабатывают в Америке от 40 тысяч долларов в год. Так у них вообще, можно сказать, не работа, а одно удовольствие. Ходишь по улицам города, смотришь, где припаркованы неправильные автомобили, лепишь квитанцию со штрафом и топаешь дальше искать подобные автомобили. И всё. Я вот, кстати, пишу сценарий, говорю брату, что там менты в Америке вообще ничего не делают, лопатой деньги гербут, ходят бумажки, тыкают на тачки и идут дальше. А он такой отвечает, ну ты типа как у нас почтальон, да? Говорю, ну в принципе да. Ну да, я на кофе что-нибудь езжу, что-нибудь не писал. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему я остановил тебя? Ты делаешь 54-35. Я извиняюсь, я не говорю английский, я из Украины. А ты из Украины, хорошо, ты живешь здесь сейчас? Да, у меня есть ID. Хорошо, я даю тебе ID. Как долго ты был здесь? Два месяца. Два месяца? Два месяца? Да. Два месяца? У тебя есть регистрация? Да. Хорошо, я буду с тобой. Да. Я просто написал тебе уважение, я не написал тебе тикет или что-то. Уважение? Окей. Мы не должны делать ничего с этим, нет денег, нет денег. О, окей. О, окей. О, окей. О, окей, я извиняюсь. Так вот, на такой доход можно существовать безбедно, позволить себе взять кредит на приличное жилье. А в Америке большая половина людей живет в кредит. Не пентхаус, конечно, но жить со всеми удобствами вполне можно. Также можно ездить отдыхать с семьей на курорты и позволить себе многие другие радости жизни. По истечении 5 лет доход копа гарантированно вырастет как минимум вдвое. То есть зарплата уже будет минимум около 500 тысяч рублей в месяц. А если работать патрульным или детективом, то есть там где работа связана с повышенной опасностью, то зарплата будет еще выше. Как видно, за работу сопряженные с рисками в Америке хорошо платят, а при желании можно сделать хорошую карьеру в полиции. С выходом на покой, безусловно, будет начислена высокая государственная пенсия. Люди, проработавшие более 30 лет в полиции, могут рассчитывать на ранний выход на пенсию в возрасте 55 лет. А размер пенсии при таком стаже составит минимум 400 тысяч рублей в месяц. Плюс все медстраховки, вот эта вот вся ерунда и балода и так далее и тому подобное. Полиция Нью-Йорка США заслуживает отдельного упоминания. По той простой причине, что они считаются одними из самых жестоких ментов в США. По опросам местных граждан копы строят из себя сильно крутых парней. И действительно, нью-йоркские полицейские ездят на красный цвет. Цвет, блин, цвет. Паркуются где угодно и переходят дорогу в неразрешенных местах. В общем, ведут себя точно так же, как и наши полицейские. Однако, несмотря на такие незначительные минусы, все опрошенные сказали, что доверяют полиции и рассчитывают на их помощь в любой ситуации. Степень доверия достигает 90%. Например, в России и Украине этот показатель на уровне 7%. Чтобы стать копом, придется пройти 7-месячное обучение в полицейской академии. После чего, можно будет выходить защищать правопорядок на улицах города. Причем, служба в армии не обязательна и опыт работы тоже не обязательен. И вас возьмут на работу, если, конечно, будет свободное место. В США, как известно, тоже около 10 лет наблюдаются серьезные проблемы по безработице. Хочу отметить, что в разные районы города на патруль ставят людей, максимально приближенных по этническому составу, ментальности и культуре. То есть, если в районе проживает большое количество русских, туда направят копов, знающих русский язык. Или у которых родственники с России. Ииииии так далее вы, короче, поняли. А вот, собственно, один из полицейских участков, куда приходят сдаваться добровольно законопослушные граждане. Сразу при входе расположены с чего покушать и с чего попить платно. В данном участке есть конференц-зал с доской почета, где можно увидеть фотки самых успешных полицейских. Кстати, если я говорю слово коп, это не значит, что это обидно для них. Они сами себя точно так же называют копами. Да и гражданские тоже, на что они тоже не обижаются. Я даже расскажу, откуда взялось слово коп. Кто смотрел вестерны, тот знает, что пару сотен лет назад существовали наемники. Видя объявление о розыске преступника, любой человек мог доставить того к шерифу, чаще живым получалось, и получить вознаграждение. Немного позже только некоторые люди могли быть такими наемниками и назывались они коперы. Еще позже они стали полицейскими. За оленью человеческой коперой стали называть не коперы, а копы. В данном участке рабочий день начинается с летучки. Копам дают задания на день, обсуждают другие важные моменты по работе. Интересный момент. Полицейский их разделяет на три подраздела. Ну, короче, нашими словами, это как самые борзые, просто борзые и борзенькие. Их направляют в разные районы по степени агрессии. Ведь вот такой вот полицейский явно не сможет отбить налет на банк или постоять в драке за девушку. А ведь в полиции в США действуют определенные критерии по физической подготовке. Если ты, например, в теле, таких очень много, кстати, ментов в Америке, то им дают работу физически не тяжелую. Далее, думаю, все понятно. Зарплату они тоже получают не слишком большую. К слову, таких полицейских в теле в процентном соотношении больше, чем стройных, так сказать. В данном участке есть небольшой тренажерный зал, где занимаются отнюдь не качки, как нам показывают в кино. А люди, желающие избавиться от лишнего веса. А это всем известная, надеюсь, только по фильмам, комната для допросов. Расположение стульев стандартное. Посередине подозреваемый, по бокам плохой и хороший полицейский. Изолятор временного содержания. Обезьянник по-народному. Камера наблюдения за городом. Прикол состоит в том, что за человеком, который смотрит в мониторы, тоже наблюдает камера наблюдения. И есть специальный человек, который на прокрутке просматривает, как сосредоточенно смотрящий наблюдал за происходящим на мониторе. Ну, не знаю, наверное, такая система очень крутая. Но работа самого смотрящего не столь сложная. Сидит и следит за всеми камерами. Если он замечает, что где-то в городе происходит несправедливость, то сообщает об этом на общую линию и ближайший патруль спешит на помощь. Еще одна важная задача – это поиски известных преступников. То есть тех, кто находится в розыске. Настаньте справа их фото. Как нам показывают в фильмах, где камеры узнают преступника в лицо и тут же отправляют сигнал в участок, в жизни такого не бывает. Ну, конечно же, в жизни бывает. Например, на некоторых смартфонах, тот же iPhone X. А это кабинет детектива, который уже успел переодеться в гражданское, что разрешено только детективам и начальству, и отправился на расследование. Полицейские в Штатах передвигаются на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, лошадях, вот таких вот непонятных скутерах, для вот таких вот понятных дядечек. В каждой полицейской машине есть компьютер со сканером ID. На лобовом стекле висит видеокамера, которая снимает все действия полицейского и детали правонарушения. Задние сиденья очень некомфортные, пластиковые и без обивки. Чтобы доставить правонарушителя в целости и сохранности, его обязательно нужно пристегнуть ремнем безопасности. Если это не будет сделано, задержанный может подать на копов суд и отсудить хоть и небольшую, но все-таки сумму денег. Да, в Америке немного странного-то жить, а вот это очень интересно. По статистике, 70% полицейских за все время службы не бывали ни на одной перестрелке, ни в каких-либо там серьезных заварушках. И, в принципе, интересность на этом заканчивается. В данном департаменте служит около 500 полицейских, которые работают в разных подразделениях, начиная от службы дорожного контроля 911 и заканчивая службой, которую у нас назвали бы ОМОНом. Всего же в штате с населением около 3 миллионов человек, 4 тысячи полицейских. В год тут совершаются около 10-12 убийств и порядка 40 ограблений банков и магазинов. Тут работают 7 человек на телефонах и в год они принимают примерно 300 тысяч звонков от гражданских. Почти все звонки поступают по мелочам. Ну что, в США полицейские такие замечательные и неужели это так? А вот вам хотя бы минуточка гадости. Как бы его мягко сказать, мент он и в Африке мент. Но мент американский очень хорошо защищен законом. И он может применять оружие и применяет его, даже если ему просто показалось, что от вас исходит угроза. И потом его отмажут. Если на момент применения оружия он был трезвый и на службе, то в 99% случаев выходит, что он прав. По их правилам, если тебя остановили в машине, ты должен опустить стекло, положить руки на руль и с улыбкой ждать, когда полицейский к тебе подойдет. Если ты вдруг носишь свой бумажник не в заднем кармане джинсов, а во внутреннем кармане пиджака, что на мой взгляд более правильно, то будь готов к тому, что доставать свой бумажник ты будешь уже под направленным на тебя стволом пистолета. Уж очень американские полицейские нервничают, когда человек лезет себе под мышку. И такие моменты, когда нам показывают в фильмах, это на самом деле так и в жизни. А еще они спокойно матерятся в громкоговорителе. В американском английском есть переводы практически всех наших матов, но они не несут столько негативных оттенков, как в русском языке. В конце хочу сказать, что я не фанат США. Вам же было интересно слушать то, что я вам рассказывал. А вот мне было интересно создавать данный ролик. Не менее интересно на канале по факту. Невероятные люди, необычные законы, странные случаи раздвоения личностей и самые дерзкие ограбления в истории. Все это и многое другое на канале по факту. Только качественный контент. Давайте поддержим ребят и подпишемся на их канал. Ссылка в описании.